Как приятно! Май оказался богат на скидки. Сегодня я на блошином рынке ретро. И представляете, неожиданно совершенно. Сегодня 29 и 30 мая, в честь Дня Союза Коллекционеров России, скидки в отделе фиксированных цен. Здравствуйте, дорогие друзья! Я опять в очередной раз на заводе «Кристалл». Иду на блошиный рынок. Здравствуй, моя дорогая! Тебя ждет сюрприз. Скоро ты увидишь на тебя наш совместный творческий проект с Марией Великотной. С Евгением Высоцкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже делала вам анонс, что у нас будет опять вместе вестись программы. Вместе с Женечкой. Женечка опять у нас на блошином рынке. И она сейчас вкратце расскажет, что у нее есть интересное в отделе. Ну вот небольшие изменения. Во-первых, привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие подписчики! Очень соскучились. Мы по вам будем всегда рады, когда вы к нам приедете сюда на место. Будем рады встрече. Приезжать у нас очень интересно. Вот смотрите, у нас, конечно, отдел очень изменился. Сейчас он состоит из двух подотделов, так скажем. В этой части, где раньше были и украшения, и одежда, и текстиль. Сейчас остался только текстиль. Вот сейчас вы видите небольшая витрина. Тут и скатерти, тут и диван-деки выложенные. Это все новые вещи. Ну вот это, например, келимовая скатерть производства Польши. С 70-е годы она совершенно новая. Их несколько размеров. Это вискоза натуральная или, может быть, вискоза с хлопком. Ну, в общем, это натуральный состав этой скатерти. И они все с этикетками. Можно ее как-то, просто чуть-чуть хотя бы? Есть большие, есть квадратные. Да, это большая скатерть. Она стоит 5 тысяч, но она очень красивая. Да. И есть хлопковые вот такие скатерти, покрывала. Тоже есть совершенно новые вещи. Ну вот это просто вообще очень красивая. Диван-деки тоже совершенно. Это ГДР, это 50-е, 60-е, может быть, годы не позднее. Тоже совершенно новые с этикетками. Комплекты для дивана и для двух кресел. А вот я смотрю, плюшевые даже. Плюшевые, да, это сейчас очень в тренде. Плюшевые скатерти и даже новые ИБУ скатерти. С удовольствием люди покупают для своего деревенского интерьера. Некоторые делают интерьер в доме, в загородном доме. Делают интерьер одной комнаты в деревенском стиле. И вот покупают вот такие скатерти, например, которые считались китчем советского времени, 50-х годов, когда другого шика не было. Ну и люди могли только украсить свой быт вот такими кустарными, да, может быть. Яркими, праздничными. Артельными, скорее всего. Которые ведут вообще вот такое настроение, сразу поднимают. Да, 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 да. Совершенно верно. Ну вот подобные скатерти изготавливались в кустарных условиях, артелями подобные вещи делались. Так что сейчас им тоже можете украсить свой быт. Или вот подобная скатерть тоже. Совершенно новая. И из вискозного плюша. Лотки еще. Да, здесь у нас великолепная коллекция такого деревенского тоже декора. Скатерти. А вот я смотрю, даже вологодское кружево. Да, это совершенно новая скатерть, вологодское кружево. Мы ее продаем по чисто символической цене. Вот я вам сейчас ее покажу. Да, между прочим. Довольно большая для скатерти чайного... Для скатерти на чайный столик. Слушайте, ну какая красивая. Да, кремовый цвет. Ой-ой-ой, какая красота. С сольным, вернее, с шелк сольным. Вот такая скатерть. 120 на 120. Это уже как музейные вещи. Вот, да. Или обратите внимание на вот эти подзоры. Это начало 20 века. Это старинное кружево, коклюшечное. Старое кружево. Но есть подзоры и с кружевом, выполненным вручную. Крючок, как правило. Ну вот это крючком выполнены кружева. В скатерти. Вот такого плана вещи. Зайновески. Очень красивая вещь. А вот, смотрите, какая. Тоже чудесная вещь. Ой. Очень изящно выполнена. Ой-ой-ой. Тонкая ручная работа. Вот на столе кофейный или куда-то там чайный небольшой столик. Ну это вот сказочные. Ручники или набожники, божницы, как их называли. Они очень длинные, как правило, бывают. Ручник, но средней длины. А 3 и более метров это уже набожник, которым обрамлялся иконостас в красном углу в избе. Тоже это лен. И лен иногда бывает конопляное полотно. И это тоже ткань, выполненная вручную. То есть вот такой станочек, такой ширины. И вот такой рулон был сделан, изготовлен вручную этой ткани. Так что полностью выполнена работа вручную. Есть у нас интересная подборка более современных вещей. Вот такие вещи. Это юбка, я так поняла. Это юбка, да. Она выполнена уже в 70-80-е годы. Очень была популярна. А вот еще смотрите, какая красота. Это популярная вещь. Конечно, обрядовый рушник. Судя по вышивке, скорее всего, что это какой-то обрядовый рушник. Да. Потому что и на свадьбу, на другие какие-то знаковые вещи... Ой, а вот еще, посмотрите, внизу какая скатерть. Да, ну это тоже рушник, это посмотрите. А это рушник, это не скатерть. А, она даже написана. Ну, свадебный рушник. Да. Батюшка на моем пирушке. На моей пирушке. А, плюши варюшка на моей пирушке. Плюши варюшка на моей пирушке. Ой, слушайте, какая прелесть. А здесь давайте посмотрим, что тут написано. Тоже самое. Тоже, наверное, самое. Плюши варюшка на моей пирушке. Великолепна сохраненность. Великолепная. Тонкий лен, беленый. Прекрасная качество. Да, лен длинный, старый, с кружевом, с вышивкой. И кружевом тематической. Да. Тонкое, старинное, как люшечное кружево. Ну вот, друзья, я очень рада, что мы опять с Женей. Рубрику такую опять, да, с Женей на Блашином рынке. У нас будет очень много интересного обзора. Вкратце она сейчас расскажет, просто покажет что-то еще. Но это просто буквально, что у нее есть интересного. Да, на скорую руку. Ну вот, например, платки. У нас очень большая коллекция советского времени платков. Они практически все новые, разных времен. И разного цвета, разных цветов. Да, разных цветов. Все-все-все совершенно. Ну, не все советские. Вот это, скорее всего, вполне возможно, может быть, и Япония. Точно не могу сказать. Из Японии тоже поступали подобные платки. Но вот это все Павло Посадский чисто шерстяные платки. Да, это только часть нашей коллекции. И все это можно приобрести. А сколько такой голубой платок шерстяной? Ну, от 500 рублей и выше. А ты непонятно. Даже может быть. Да, ну, 250. 250 даже. Но он шерсть ведь раньше делали все натуральное. Да, все это натуральная шерсть. Здесь у нас уголок спортивной одежды. Если кто-то у нас решит спортом заниматься, пожалуйста. Жилетки такие 50-х. Ой, зонтики. И зонтики, да. Батик. Совершенно верно. Зонтики. Сейчас я вам, кстати, покажу. Есть мои любимцы. Где они у меня тут вывешены? Сейчас, под минуточку. Вот у нас небольшая коллекция. Там мои любимцы эти зонтики. Это совершенно новые, даже ни разу не раскрытые зонтики 60-х, 70-х годов. Знаменитая марка «Три слона» Японии. Да, да, да. Я помню. Это нейлоновые зонтики. И они изготовлены в Японии. Обратите внимание на то, что сейчас японские зонтики изготавливаются из полиэстеров в Китае. Поэтому эти зонты, они полуавтомат, механические. Нет, нет, ну вот эти полуавтоматы все. Ну, они вам, конечно, прослужат много-много лет и несут большую радость. Да, техника была отличная. Вот, пожалуйста, прислана. А вот опять я смотрю здесь рисунок. Какие, ой, какие розы вышивка. Замечательно. А вот еще что-то, да, смотрите. И вот тоже, что интересное, да. Тоже, посмотрите, еще с Ятью. Ой, слушайте. Тем и рада. Давайте мы достанем. Ну, это вообще что-то такое старинное. Совершенно уникальный какой-то тут узор. Уникальный, да, да. Узор очень непривычный. Обычно мы привыкли к черно-красно-белой вышивке. Здесь многоцветная вышивка. Чем богата, тем и рада. Идеальная сохранность. Вы посмотрите, это вещь, можно сказать, музейного уровня. А мне нравятся и кружева, они цветные. Смотрите, сделанные. Да, да, да. Не просто белые, а у них кончики какие вообще. Ну, сохранность, конечно, я вижу, что тут есть небольшие предреждения. Нет, ну, простите, столько лет, если снять ее еще. Для такой вещи это. Для такой вещи. Потом это легко, у кого есть в руках иголку взять и все это. Вот такие интересные. Чем богата, тем и рада. Да. Может быть, встречала девушка с таким рушником сватов, вполне возможно. Так что, вот прекрасные вещи, образцы ручного творчества. И вот, хотя сегодня день скидок, и я хочу вам сказать, что сегодня день скидок в отделе фикс прайс, то сюда вы можете прийти в любое время и здесь найти, потому что здесь скидок не бывает, но вещи уже очень интересные, уникальные. Можно это все купить. Ну, мы делаем тоже, мы время от времени... Меняем экспозицию. Экспозицию меняем, да, но мы и пересматриваем цены, то есть что-то мы, допустим, делаем... А, даже вот так. Акции делаем, да. То есть мы что-то убираем, например, из общего ассортимента товара, мы снижаем цену, переносим в отдел, там, например, где все по 500 рублей мы можем перевести. Еще есть отдел у нас, где все по 100 рублей, любая одежда, винтажная. Ну, вот я еще видела, что сегодня молодые люди приходили, покупали вообще такую, да, винтажную, ну, потому что сейчас это очень модно, не все одевать винтажно, а что-то ультрамодное, а какую-то вещь, да, винтажную, тогда получается просто потрясающе. Очень интересный образ собирается, да, тогда... Так что давайте, дорогие друзья, пишите, что вам интересно. Женщика с удовольствием сделает обзор. Вы помните, что она делала и по нижнему белью когда-то, и по платкам, у нее очень интересно, и по бижутерии. Она может рассказать, причем, о каком, вы говорили, можно сделать заводе. Можно сделать обзор по изделиям завода «Ритм». Да, «Ритм». Это очень интересно. Все знают про этот завод, это советский завод, он изготавливал, ну, совершенно простенькие, на первый взгляд, украшения, не только украшения, но они очень интересны тем, что они очень узнаваемы, и у них есть определенный стиль, и часто в эти украшения ставились натуральные камни, поэтому и сейчас изделия этого завода являются предметом коллекционирования для некоторых коллекционеров. Поэтому, если кому-то интересно, да, я расскажу, покажу. Я ужасно счастлива, что у нас теперь будет такая рубрика, вот. А Женя знает много-много-много интересного. Да еще впереди у нее разборка всего вот, что пришло, да? Да, вы знаете, я вам скажу, у нас есть, можно даже показать, у нас есть специальная комната для разбора новых поступлений, она просто завалена, завалена. Интересными новыми вещами. Еще не разобраны это, поэтому, если вы захотите увидеть обзор нового поступления, разбор вместе с нами, пишите в комментариях. Мы обязательно захотим, и обязательно это все впереди нас ждет. Давайте, давайте, я не против, не возражаю. Потому что, ну, нам, женщинам, это вообще очень интересно. А тем более, что впереди, видите, столько интересного. Ну, вот даже вот мешок лежит, вот еще не донесли его до пункта назначения. И частенько вот в таких мешках, баулах, старых чемоданах находятся совершенно новые с этикетками вещи советского времени. Здесь у нас зал, сформирован зал военной атрибутики, формы, да. Все, что хотите. Ну что, классно, спасибо, до встречи, дорогие друзья. Я думаю, что это пока самый сильный кандидат из тех, кто... Ну, во всяком случае, он очень красивый. Да, 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 оценник он там раскрепляет. Так, ну-ка, смотрите. Он же вокруг головы-то обвяжется. Да, конечно. Нет, а вам идет такой вот цвет? Может, вам поярче надо? Да, мне, мне как-то... А это вам, это вам разве? Или кому? Нет, мне. Не именно нам. Нет, я думаю, может, это какой-то актрисе другой. Это конкретно мне. Да. Так, хорошо, сейчас лучше курицу. Ну, вот он новый. Он новый. Ну, новый очень красивый. Вот такого цветового содержания. Так, ну давайте его точно возьмем. Нет, ну вы посмотрите. А это вы для съемок, что ли, да? Ну, что-то типа того. У нас живое представление. Да. Про 40-е годы. Слушайте, ну классно. Еще не подскажете, сколько вот такое будет стоить? Тысячу. Тысячу. Ага, хорошо, я запомню. Так. А ты рубаху еще не смотрел для Кости? Нет, нет, нет. Ну, только Рашид. Ну, Рашид, это мы замучимся на Славе. Подождите, а туда дальше вы проходили? Были, были. У нас есть вот такая рубаха. Ну, это для аренды. Ну, это для аренды. Только для аренды. А, ну, нет, для аренды. А сколько вот такое еще? А там, да, удача. Будет еще. Ну, ну, а вот такой вот. Да, платки здесь красивые. Красивые. Вот видите, еще сады. Совсем новый. Платок. Шляп на коробке. Одежда. Вот сейчас модно. В горошек, да? Сейчас модно. В 60-х. Опять все в моде. Да.